7 июля, самый счастливый день года. Почему? Ну, семёрка издавна считается счастливой цифрой. Вы сейчас знаете, что семёрка означает сила, потенциал, то есть этот день нам даёт приумноженную силу, вот как если кто-то говорит, у меня не хватает энергии. Вот в этот день чувствуйте, как сила приходит к вам, энергия приходит к вам, и вы можете что-то делать. Это зеркальная дата, в которой вы можете загадывать желание, строить планы, напишите, запишите, что вы хотите. Этот день будет день Ивана Купалы. В этот день вступают ещё силы стихии, стихии огня и стихии воды. В этот день можно очищаться через огонь, допустим, элементарно записать на листочке бумаги, от чего вы хотите избавиться. От болезней, от обид, от каких-то старых ран, от того, что вас тревожит, что вам не даёт спокойно жить. Запишите и сожгите этот лист, а пепел смойте в унитаз. Сделайте эту практику. Дальше с помощью воды можно также делать практики очищающие, для женщин можно делать омоложающие практики, просто росой умыться, чисто символически. Потом принять ванну. Можно во время, допустим, принятия ванны, я так сделаю, я сделаю солевую ванну, то есть соль тоже очищает. Во время принятия я включу себе женские аффирмации на красоту, на здоровье. Пользуйтесь то, что у вас есть, теми инструментами, которыми вы владеете. Это ещё будет и денежный четверг. В этот день вы можете не только о здоровье просить, не только о красоте. Вы можете просить о каких-то материальных благах. Так же само, просто используйте аффирмации. Если кто-то, допустим, будет в записи смотреть и скажет, я хочу аффирмации на женственность, на красоту, я хочу аффирмации на здоровье, или на любовь, или на деньги, пишите в комментариях под видео, пишите ваш запрос, деньги, любовь, красота и так далее. Я вам дам эти аффирмации. Пользуйтесь. Очень мощный день, очень позитивный день. Начинайте пользоваться такими днями, энергетикой таких дней себе во благо. И вы увидите, что это работает.